Калининградская торговая сеть SPAR вместе с Калининградским футбольным клубом Балтика начинает уникальный проект, это проект-альбом, наклеек с футболистами клуба Балтика. Мы решились на это, потому что мы местные, мы местная сеть, Балтика местная команда. Калининградцы должны знать своих, калининградцы должны помнить о своих футболистах и именно с местной торговой сетью они смогут реализовать свое желание каким-то образом приобщиться к местной калининградской футбольной команде. Мы очень рады, что мы находимся и здорово сотрудничаем с торговым центром Европы. Это самый большой торговый центр в Калининграде, наверное, такой самый интересный по насыщенности. Здесь большая проходимость и мы действительно гордимся тем, что нам удалось сделать эту фото-выставку и презентацию альбома в самом центре Калининграда. За это большое спасибо, конечно, руководству торгового центра Европы. Начиная с понедельника, 21 сентября, в 12 торговых объектах сети SPAR, это магазины SPAR, Евроспар и Интерспар на территории Калининграда, где больше всего людей, вы сможете приобрести как уникальный альбом с комиксами, посвященный клубу Балтика, так и наклейки для этого альбома. Наклейки будут упакованы в Саше по три штуки. Таким образом, собрав некоторое количество Саше, вы сможете собрать всех футболистов клуба Балтика, исполненных в комиксовом стиле манго. Это также достаточно редкое явление для Калининграда. Это, можно сказать, первое калининградское манго в честь первого калининградского проекта, посвященного региональному футбольному клубу. По поводу проекта мы хотели сделать что-то интересное. И когда родилась идея, мы даже не знали, что она вытечет и будет такой, какой она является сейчас. С моей точки зрения, у меня была самая простая работа. Мне нужно было просто собрать людей, которые все это делали руками, за что я им очень благодарен. И это работа огромного штата Евгений Дятлов, Сергей Кандалов, Сергей Кистанов. То есть ребята, которые руками все это делали и реализовали то, что мы запланировали. За это им огромное спасибо. Это полностью их творчество, то, что мы сейчас наблюдаем здесь. О проекте хочется сказать, что это будет две серии. То есть с 21 сентября, как уже сказали, будет первая продажа комиксов в 12 торговых сетях с пара. Также это можно приобрести на третьем этаже в торговом центре Европы в фаншопе футбольного клуба «Балтика» и в дни матчей. Я являюсь футбольным коллекционером, собираю программки, справочники, фотографии, вымпелы и так далее, и так далее, и так далее. Теперь буду собирать наклейки. Что касается интереса к этому альбому, безусловно, он будет, на мой взгляд, ошеломляющим. И не только у детей, и не только у подростков, но даже у людей, которые просто любят футбол, любят Балтику. Ну, наверное, сложнее всего было надисовать нашего капитана Максима Тишкина. Он довольно уникальный, и поэтому подобрать для него какой-то конкретный образ было довольно сложно. И регулярно выносились какие-то правки, вплоть до победного конца. А конец точно победный, потому что, как я и сказал, мы создали довольно уникальную вещь не только для нашей лиги, но и для всего отечественного футбола. Я являюсь поклонником и фанатом команды Балтика еще с детства, когда меня отец с ранних лет водил на стадион Балтика, где еще были деревянные скамейки, я помню, как на северной, так и на южной, на западной трибуне. Соответственно, вместе с командой Балтика я рос, ходил на матчи со Спартаком, когда еще играли в высшие лиги. И потом уже сам, без родителей, перелазил через забор, когда не было денег, но стремление попасть было на игру очень такое большое. В общем, всеми путями пролазили. И сейчас нахожусь в том возрасте, когда могу не только смотреть и со стороны, с трибуны болеть за команду Балтика, но и есть возможность поддержать каким-то посильным трудом нашу команду. И когда мне предложили сделать какой-то приз, а это уже не первый приз от компании Travel Pride, мы уже отправляли самых ярых фанатов, опять-таки, тоже в Париж, и отдохнули ребята, и все, им там вроде понравилось. Сейчас мы решили поддержать в том числе и наших юных болельщиков, потому что семьи и фанаты Балтики растут, у них появляются дети, как у меня, и сейчас победитель в такой интересной форме геймификации может выиграть поездку в Диснейленд и съездить как сам, так и взять своих детей на увлекательное путешествие. Это очень хорошая задумка, безусловно, она несет пользу и в плане количества проданных программ, то есть это маркетинговый ход, великолепнейший маркетинговый ход, и все-таки интерес к программкам со стороны молодежи, он повысится, и наше дело, а наше дело это дело коллекционеров, оно будет жить вечно. Ну, на самом деле, если сейчас в свое прошлое окунуться, я помню, еще в ларьках, когда я был школьником, продавались наклейки с футболистами мировых величин, и я все деньги, которые мне давали на булочки, на пирожки, на чай в школу, помню, тратил исключительно, собирая коллекцию вот этих вот наклеек, тогда еще были и вкладыши с футболистами от жвачек, и все это дело меня настолько увлекало, что на еду мне в школе денег не оставалось, все было у меня вклеено в журналах, в тетрадях, и в коробках все это было собрано. Конечно, подобный подход также будет интересен не только молодежи, но есть еще и много взрослых фанатов, которые будут следить, отслеживать, и даже не только сколько ради приза и поездки в Париж собирать коллекцию, сколько и также косвенно поддерживая команду нашего Балтики. И, конечно, в очень интересном, креативном ключе представлено рекламным отделом сейчас, отделом маркетинга со стороны Балтики вот этот вот проект. На самом деле, уже последние два года, наблюдая со стороны, даже как болельщик, и восхищаюсь той работой, которую проводят сейчас команды Балтика, именно по связи с общественностью, по работе со своими фанатами, и визуализации, образа, представления нашей команды. Ну и, соответственно, больше всего радует в последнее время и игра самой команды, которая сплотилась на фоне всего этого и не подводит наши ожидания. И все мы ожидаем, что в этом году наконец-то совершится то, к чему мы так долго шли, и выйдем в высшую лигу.